Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители! Как мы уже в прошлый раз говорили, новый учебный год на носу, и все идут в школу. А для этого нужно что? Быть очень внимательным, очень аккуратным, потому что мы за всеобщую безопасность. И у нас в гостях начальник отделения пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга, Любовь Файзульна. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о безопасности в автомобиле. Капа, ты находишься на бустере у нас. Ну я уже, да, я уже не женилялечка, я, да, я в бустере. Можем разместить ребенка с 7 лет, если ребенок маленького роста, все-таки у нас еще, то он находится на бустере. А зачем? Что примень безопасности проходил не по шее, а по плечу, как у высокого пассажира. Понятно, понятно. Поэтому с помощью бустера мы приподнимаем нашего пассажира, чтобы в автомобиле он находился в безопасности. А если маленький? А если маленький пассажир, мы используем специально удерживающее устройство. Это детское автокресло, которое мы прикрепляем в автомобиль. Либо он крепится ремнем безопасности в автомобиле, либо системой изофикс. А внутри в кресле ребенок прикреплен трехточечным ремнем безопасности, чтобы во время, даже когда резко нажимают на тормоз водитель, ребенок находился на месте и не получил травмы. И не вывалился. Даже если вы передвигаетесь на короткое расстояние, ребенок должен в автомобиле быть в безопасности. В детском удерживающем устройстве или если ваш ребенок уже высокого роста, то просто пристегнуть ремни безопасности. Но помните, ремень должен проходить по плечу, а не по шее. Да. Слушайте, ну действительно много этих автомобилей. В автомобилях возят каждое утро, а утром движение-то, ой-ой-ой, очень такое интенсивное. Так что, друзья мои, не пренебрегайте обязательно. Или бустер, или кресло. Потому что, ну что же, это же дети. Дети, цветы жизни, наше будущее. Так что берегите детей, берегите себя. А с нами была начальник отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, Любовь Азулина. Спасибо вам огромное. Я думаю, что все примут это к сведению, а кто подзабыл, так освежат хотя бы в памяти. Безопасных вам поездок. Ну что, с новым учебным годом. Пока-пока.